Итак, мне повезло, я еду на ферму и тут гуляет лосенок. На GoPro вы увидите, как я его покормил. Сейчас я немножко продвинусь, чтобы у нас на нем датчик находится, чтобы он не потерялся. Баранки есть он не стал, он молодой, совсем молодой. Также у меня были вафельки сладкие, как у него глаза вылазить вы бы видели, но я думаю может быть будет заметно, хоть и идет снег. И сейчас он медленно уходит. Кстати, он достаточно на большом расстоянии сейчас уже от меня. Смотрите, вот, а стоял он в упор рядом с дорогой и он не испугался даже проходящая мимо машины. На снеге у нас вообще красиво смотрится, вкладящая лось вдаль. Мы теперь с нашей аппаратурой можем снимать в мире животных спокойно, не переживая, что у нас животные находятся далеко. Ну, я считаю, это удача. Утро началось очень хорошо. Поехали на ферму. Мы прибыли на лосиную ферму. Я успел забежать купить билетик. Билетик стоит 120 рублей. И будет экскурсия, где-то получасовая. Я, женщина, ставят, чистят морковку. Я, кстати, что-то как-то не заснял это, но ничего страшного. И вот, сейчас подойдет автобус, попросили подождать, чтобы все вместе, все группы пойти. Они будут рассказывать. Пойдем мы, соответственно, туда. И вот, я думаю, какую камеру с собой брать. Вроде бы охота взять хорошую. Не GoPro, как говорится. Чтоб снимать все. Ну, блин, такой снег. Будем пробовать. Вон, идут лосята. Возвращаются с гуленки. С утра до вечера, до трех часов. Вообще с десяти до трех. Но так как у нас сегодня записана ваша группа пораньше, поэтому их ведут сюда раньше. То есть с десяти до трех. Все остальное время лосята проводят у нас в лесу. Их туда уводит человек, который работает у нас воспитателем маленьких лосят. Это для них лосиха мама. Куда лосиха мама их увела вечером, туда, оттуда она их утром и забрала, и привела сюда. Это сейчас семь-восемь месяцев нашим малюткам. Они где-то сто тридцать, сто пятьдесят килограмм. К ним пойдем в последнюю очередь в этот детский сад. Их будем обнимать. Около них можно будет присесть. Ой, он подскользнулся. Он просто боится, мимо пробегает. Ой, с колокольчиком. Это идет Навзикая. Ее зовут Навзикая. Первая не видела, кто прошел. Навзикая. Первая не видела, кто прошел. По-моему, Лемура. Ну, сейчас посмотрим. А это если два мальчика. Там две девочки пробежали, а это вот бегут два мальчика. Первый Ромео. Да, первая там Лемура. Вот это идет Ромео, за ним следом идет Ягат. А вы ебаный-баный, что-то петра. Какой ужас. Да, Ромео. Иди, иди, Ромео. А вот там последняя идет. Я вижу. Вот Ромео мы, наверное, встретили на дороге. Это тысячный лосенок, рожденный у нас на лосе-ферме. Ей сейчас уже два с половиной года. Она уже в этом году у нас родила, стала мамой. Но она везде ходит за воспитателем маленьких лосят. Он ее воспитывал в первое часы жизни, поэтому она настолько привязалась, что везде ходит за ним, соответственно, за этим лосятами. Так как она абсолютно безопасна для вас, поэтому мы разрешаем ей находиться в детском садике. Если мы ее насильно оставляем в том первом загоне, где она должна находиться, она каждый день бегает, волнуется, кричит, она не ест, не спит. А здесь она ведет себя вполне естественно. У нее нормальное рабочее состояние. Пойдемте. На поедание. Смотри, бежит, бежит еще. Вот мы пришли в гости к нашим взрослым лосихам. У нас здесь взрослые лосихи. Ей должно быть здесь 16. Но где-то они еще, видать, в лесу не пришли еще тоже с леса. Потому что они у них находятся тоже на полувыгульном проживании. Простите. Наша лоси-ферма была основана в тысячах... Я бы сюда встану и начну рассказывать, ладно? В 1963 году по распоряжению... Не надо меня снимать. Лоси-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си. В 1963 году по распоряжению Никиты Сергеевича Хрущева. Тогда очень мало знали про лосей, знали только, что это крупное лесное животное, которое питается травой и веточками. Значит, это много дешевого мяса. И чтобы накормить страну дешевым мясом, нужно всего лишь навсего открыть по стране несколько лоси-ферм. И было открыто по стране 6 лоси-ферм, но накормить страну дешевой лосятиной не получилось. Потому что лось не стадное, одиночное животное. И содержать их таким количеством, как коров, не получается. Они всегда между собой дерутся за корма и за территорию. Если их держать неволе, кормить чем-то ограниченным, либо пищей заготовленной впрок, лось долго не живет. Он должен сам пойти в лес и найти себе пропитание. Они употребляют в тысячу, более 300 видов растений, кустарников, ягод, грибов, мхов и лишайников. Если лось чувствует недомогание, либо как листогонное средство, взрослый лось может съесть до пяти шляпок красных мухоморов. Для них это как для нас лекарство, это инстелин. Так как у них такое обширное растение, поэтому не в каждом зоопарке вы встретите лосей. Потому что действительно ни один зоопарк обеспечить их таким питанием не может. И, к сожалению, в зоопарках лоси живут очень мало, до пяти лет всего лишь. В дикой природе лоси живут 10-15 лет, но к этому времени у них стираются зубы. И без зубы лось начинает есть все подряд, несвойственная для них пища, которая вызывает брожение. Брожение это ослабление, обезвоживание, и такой ослабленный лось, который иллюзию уже не переживет. У них отсутствует желчный пузырь, поэтому пищу они едят, которая не вызывает брожение. И в основном горькую пищу, что сособствует пищеварению. У нас на лосиферме лоси живут 18-19-20 лет. Живут долго за счет того, что нашим лосям нет необходимости в полном объеме грызть основной источник корма. Основной источник корма это осинова кора, вот они ее сейчас едят. Хотя любят коров всех деревьев, кроме березы. Из расчета 5 килограмм на каждую в сутки мы им этой коры добываем самостоятельно. Зубки у них надольше сохраняются целыми, соответственно жизнь удлиняется. Наша лосиферма является единственной уникальной лосифермой в мире, которая имеет такое количество лосей. Также мы еще доем лосих и получаем уникальное лосиное молоко, которым лечат все заболевания желудочно-кишечного тракта, онкозаболевания, лучевую болезнь, повышает иммунитет и многое другое. На сегодняшний день у нас на лосиферме содержится 28 лосей. Лосихи находятся у нас на полувыгольном проживании, то есть у них есть вот этот загон, здесь 4 гектара леса окруженная забором. Закрыта только вот эта калиточка, выход в лес, там 3 калитки, они открыты всегда. В любое время лосиха когда захотела вышла из этого загона, когда захотела пришла опять. То есть 11 месяцев в году они у нас предоставлены сами себе. Но они все равно почти каждый день к нам приходят на завтрак. Видите у них мордашки в кашке? Они сейчас ели кашку, овсяную кашу. Когда дой наперед, они каждый день к нам приходят утром и вечером на дойку. Их зовет сюда зов природы кормить своих лосят. Лосятами у нас работают наши доярки, только они никто больше не могут подойти к лосихе и ее подоить. Лосиха к себе просто больше никого не подпустит. А чтобы ее подоить, ее всего лишь на все нужно обмануть в момент продавания. Давайте вот так, а то я к вам стою спиной. Нет, нет, вы стойте как стояли. Вот так вот, а то я к вам стою спиной, мне как-то так неудобно. Я думаю, неуважение какое-то. Доярки, да. Никто больше не может подойти. А чтобы ее подоить, ее нужно всего лишь на все обмануть в момент родов, что у нас доярки и делают. С середины апреля до середины мая наступает время родов. Лосих всех загоняем в этот загон, закрываем здесь все калетки, пока они у нас все не родят. Мы их никуда не выпускаем. На целый месяц этот загон для них превращается в роддом. Беременность у лосихи длится семь с половиной месяцев. И когда уже лосиха легла, роды начались, в это время к ней подходят доярки. Они ей не помогают. Со своими родами лосиха привыкла справляться сама. Доярки просто присутствуют. В ее присутствии обязаны разговаривать и гладить лосиху. Когда рождаются лосята, доярки вклиниваются в процесс. Пока лосиха лосята облизывает, доярки пачкают свою одежду околоплодными водами. Дают возможность лосятам один раз пососать лосиху. Отвлекают ее, дают ей поесть, попить. Пока лосиха отвлечена, закрывают ей обгон, чтобы она ее не делала хватает лосят. Похапкот таким вот образом, сбегом с одного загона в другой. Если лосиха увидит или не дай бог услышит, что от нее уносят лосенка, она тут же подскочит, догонит, напинает, заберет лосят и не позволит себя доить. И такие случаи были, чтобы снова не быть бедным, все делается быстренько, оперативно. Четыре доярки, кто-то отвлекает, кто-то загораживает. Четыре доярки. Вот этот загончик, это у нас яхник. С тех пор лосиха больше своих лосят не видит и не испытывает к ним никакого чувства. Но когда к ней возвращаются доярки, она слышит голос, который присутствовал в природах и чувствует запах лосенка. Таким образом, она считает, что это лосенок, если лосенка нужно кормить, позволяет себя доить. Как только лосиха позволила себя подоить, в этом времени, где не доярка, это лосенок. И куда следует лосенок, туда следует и наши лосихи. То есть на боне очень плохого зрения. А доярки у нас живут вот в этой деревне Сумарокова и летом ходят напрямую вот так через поле домой. А у лосихи в летний вдойный период более обостренное чувство материнства. Если доярка вышла из этой калитки и пошла напрямую домой и вовремя от лосихи здесь не отвязалась, или где-то ее по пути встретил лосиха, значит лосиха обязательно за ней увяжется. И везде ее будет сопровождать. И домой в гости за грибами, за ягодами. Причем ни грибов, ни ягода доярка не наберет, потому что у лосихи 4 ноги, они более длинные. Обоняние у них лучше, чем у человека. Вперед человека найдет все грибы, ягоды, что съешь, что перетопчет, прогуляются вместе с дояркой, вернутся сюда на дойку. То есть на фоне очень плохого зрения, но очень хорошего слуха и обоняния у нас получается такой обман. И добровольная дойка. Доить можно с двух сторон, потому что двойная для лосихи каждый год, это норма. Двухразовая дойка утром и вечером. В среднем за сутки лосиха может надавить от 2 до 3,5 литров молока. И за весь дойный период с апреля по сентябрь от 200 до 300 литров молока. Лосят помещают в ясли. Здесь их принимает человек, который становится для них лосихой мамой. И каждые 4 часа сосочки, как маленького ребенка, кормят лосиным молоком, постепенно приучают лосят пить из кастрюльки и есть растительную пищу. До месяца мы им даем лосиное молоко, потом же мы им даем заменитель лосиного молока, специально разработанную смесь, и молочко уже начинаем продавать. То есть только с июня по август исключительно у нас молоко можно купить, либо попробовать, либо полечиться. Приезжайте к нам теперь еще летом, покупайте, пробуйте молоко. На вкус молочко это жирные сливки, потому что действительно оно может достигать до 15% жирности. Может быть членовато, горьковато, кисловато, очень редко сладкое, потому что лосихи практически ничего не едят сладкого. Может быть со вкусом хвои, орешника, осины, рябины, в зависимости от того, что лосиха перед этим ела. В бытовом холодильнике молоко хранится 7 дней, а в замороженном состоянии до полугода не теряя свои свойства. И когда нужно, его размораживают при комнатной температуре и употребляют дозами. 100-150 грамм. 8,5 лет, это взрослая, уже половозрелая лосиха, а там стоит темная, это у нас красавица Нова, 9,5 лет. Этих я вот не знаю, поэтому не называю, от тех вот знаешь Нова. У Новой красный ошейник, чтобы было видно издалека, раз идет темная лосиха с красным ошейником, значит это сигнал тревоги, надо бежать отсюда, потому что она не признает никого, бьет всех, даже своих любимых лосят, то есть доярок. У них уникальная структура шерсти, каждая волосинка имеет форму трубочки. В трубочке находится микрокапсула с воздухом, создается принцип термоса. Поэтому такая погода, как сейчас, комфортная для лосей. Мороза они выдержат до 50 градусов, вот летом им очень жарко. Именно поэтому летом лос малоактивны днем, в основном активны ночью. И когда сильно жарко, они где-нибудь поближе, около речек, около водоемов, около болот. Очень любят купаться и плавать. И теперь пойдемте в гости к нашим подросткам, покормим с морковкой. Итак, кабан Федя, малышка Данка. У меня прям трип по животным. Я, кстати, зажиделся доставать камеру. Вот эти, это привезли так называемые корма. Типа мы кормили морковкой, а это привезли корма. И на корма они всегда убегают. И вообще, кстати, странно. Вот ты приезжаешь сюда, ты смотришь на них, правда, как на животных в зоопарке. Но вот если мы едем на охоту, мне кажется, не задумываюсь, а готов выстрелить. Поскольку я приехал за лосем, я приехал за мясом. И мясо это очень вкусное, как вы слышали. Не получилось замутить селфи. Но все равно. Очень удачно вписался в группу с детьми. Шикарно просто. Ну, поскольку... Я даже знаю, вам все интересно. Сейчас вернусь, кстати, а то вы меня будете ругать. Просто хотел заснять вам, как кушают ветки лося. Лося-то. То есть с этими можно обниматься, целоваться. Есть на что посмотреть. Видите, у каждого есть своя это... Никандра. Каждого зовут по-своему. А вот Данка. Данка мы, кстати, помацали. Пообнимали, поцеловали. Такой интересный лось. Ну и вообще, если честно, я бы вот так вот оставил его кадр. И помолчал бы. Данка. Продолжение следует... Все, пойдемте слушать, что там рассказывают.